Давние поклонники комиксов знают, что в мире супергероев происходящее не всегда то, чем кажется. И порой нельзя доверять даже тому, что говорят и показывают открытым текстом. И в ряде случаев компания Marvel действительно ошеломляла своих поклонников, как бы хорошо или плохо это ни было. Война Бесконечности была, пожалуй, самой ожидаемой частью третьей фазы киновселенной Марвел, и волнение достигло апогея, когда был выпущен первый трейлер. Закончился он кульминационным кадром, где Кэп ведет Мстителей в бой, и на тот момент было совершенно очевидно, что Халк тоже будет среди них. Единственная проблема заключалась в том, что большую часть Войны Бесконечности Халка не было в кадре, не говоря уже о боевых сценах, показанных в трейлере. В начале фильма Халк терпит позорное поражение в битве с Таносом, и Брюс Бэннер не может вернуться в свою зеленую форму. – Ты меня смешиваешь в виду зеленых. – Я извиняюсь, я не могу, или он не уйдет. – Эй, стойте. Держите внимание на него. Спасибо. В конце концов, Брюс надевает костюм Халкбастера во время финальной битвы с силами Таноса, а общего кадра в замедленной съемке из трейлера зрители так и не дождались. Так зачем было лгать? Что ж, братья Руссо сказали в интервью, что они целенаправленно создавали трейлеры фильмов про Мстителей, чтобы минимизировать спойлеры и заставить фанатов гадать. По этой же причине они заменяли мелкие детали, типа повязки на глазу Тора и недостающие Камни Бесконечности на перчатке Таноса. Братья Руссо неизбежно снова обманули фанатов трейлерами к Мстителям Финал, но на этот раз люди этого ждали. Учитывая, что Финал был самым долгожданным крупным фильмом за последние несколько десятилетий, вряд ли можно винить Руссо в том, что они хотели удержать в секрете события грядущего приключения. Тем не менее, все еще впечатляет, как мало эти трейлеры рассказали о фильме. Большинство кадров, представленных в трейлерах к Финалу, используют кадры либо самых первых сцен фильма, либо очень тонко вырезанные из финальной битвы. И это тоже имело смысл, поскольку использование неизменных кадров из последних двух актов фильма выдало бы историю про Хрононалет. Одним из самых заметных заблуждений в трейлере Финала была Чёрная Вдова, стрижка которой была такой же, как в Войне Бесконечности, хотя на самом деле она вернулась к своему естественному красному цвету волос. Также был кадр с Тором с крымовержцем в руке, однако выглядит он намного стройнее, чем в фильме. Тем не менее, история обмана про Мстителей не ограничивается лишь киновселенной. На протяжении многих лет заядлых фанатов Marvel обманывали бесчисленное количество рас из-за вводящих в заблуждение сюжетных линий и ритконов, которые полностью переворачивали ранее установленный канон с ног на голову. Один из таких ритконов связан с трагической смертью Капитана Америка после кроссовера Гражданская война. В основе конфликта из семи выпусков лежит закон о регистрации супергероев, который требует от любого обладающего сверхчеловеческими способностями доверять правительству США свою тайную личность и позволить регулировать их действия. Кэп, конечно же, против закона, и он считает его серьезным нарушением прав людей со сверхчеловеческими способностями. Один из его союзников, Люк Кейдж, даже сравнивает это с рабством. Во время драматических последствий Гражданской войны Стива Роджерса убивает Шеннон Картер, которой промыли мозги. Это создает завязку для серии комиксов Смерть Капитана Америка, которая охватывает 18 выпусков. Смерть Роджерса имела далеко идущие последствия для вселенной Марвел, и в конце концов титул Капитана Америка перешел к Баки Барнсу. Но это же комиксы, и в них никто не умирает навсегда. Марвел неизбежно вернули Кэпа, сказав, что на самом деле он не умер – пистолет, из которого он был застрелен не убил его, а скорее приостановил его во времени и пространстве. Это был хороший повод вернуть фаворита фанатов, но он также обесценил всю эмоциональную потерю от смерти Капитана Америка. Один из наиболее вопиющих редконов, поразивших Мстителей, был в серии Кроссинг. В нем сказали, что Тони Старк был предательским агентом Канга Завоевателя в течение 30 лет, что противоречило буквально всему, что читатели знали о Железном Человеке. И пускай в комиксах часто используется подмена героев злодеями для короткого повествования, этот случай особенно не понравился фанатам. В отличие от других сюжетов о злобных близнецах из альтернативной вселенной, которыми фанаты комиксов уже присытились, Кроссинг показал, как Тони Старк, которого фанаты знали и любили, предавал своих друзей и убивал людей – после трех десятилетий скрытых добрых действий. Объяснение, что Канг Завоеватель манипулировал Тони в течение десятилетий, казалось немного слабым не только из-за богатой предыстории, которая была тщательно исследована за годы комиксов о Железном Человеке, но и потому, что оно полностью игнорировало любое понимание читателями развития персонажа Тони и его мораль. Но и тут нас ждал сюрприз – Марвел быстро отказались от идеи, что Тони Старк был под контролем Канга на протяжении всей истории Марвел. Вместо этого в мини-серии Мстители навсегда они провернули двойной редкон, объясняющий, что Тони был подвластен ему в течение нескольких месяцев, а не лет, что ещё больше расстроило и запутало читателей. Пожалуй, самый противоречивый редкон о превращении героя в злодея во вселенной Марвел начался с печально известного теперь захватывающего сюжета в Капитане Америка Стив Роджерс номер один, в котором Кэп клянется в верности Гидре. В сюжетной линии Секретная Империя выясняется, что Стив с детства был двойным агентом Гидре и с самого начала замышлял заговор против союзных сил. Мысль о том, что Капитан Америка, исторический антинацистский герой, созданный еврейскими создателями, действительно встал на сторону нацистской организации Гидра, по меньшей мере не понравилась читателям. Некоторые по понятным причинам сочли это оскорблением первоначальных создателей Капитана и реальных сообществ, которым нацизм нанес непоправимый урон. В попытке справиться с ущербом, Марвел попытались доказать, что Гидра не была явно нацистской организацией, и что фраза Кэпа Хайль Гидра не будет отменена необычной развязкой или альтернативной версией Роджерса из другой временной ветки. Критики, однако, утверждали, что пускай Гидра в комиксах появилась до нацизма, их идеологии с тех пор переплелись. Но правда о секретной преданности Кэпа Гидре немного сложнее, чем кажется на первый взгляд, поскольку Космический Куб изменил как реальность, так и воспоминания Стива. Тем не менее, Секретная Империя переписывает историю и говорит читателям, что Капитан Америка, которого все думали, что знали, на самом деле наибольшая ложь из всех, и что Кэп из Гидры – это первоначальная форма Роджерса. В конце Секретной Империи история достигает кульминации в битве между разными версиями Роджерса. Героический Стив, конечно же, побеждает, но это не изменило многое из того, что произошло, и вся сюжетная линия сильно ранила многих фанатов Капитана Америка. В первоначальной истории происхождения Черной Вдовы Наташа Романов танцевала балериной в Большом театре в России до того, как стала шпионом КГБ и позже Мстителем. Из самых ранних сюжетных линий Черной Вдовы читатели узнали, что она вышла замуж за советского агента и вела себя как известная балерина, но позже поклялась в своей верности к КГБ и после смерти мужа стала шпионом. Танцевальное прошлое Черной Вдовы даже упоминалось в киновселенной Марвел в Эре Альдрона. Но правда лежащая в основе предыстории Черной Вдовы была гораздо более зловещей, чем любое оригинальное трагическое происхождение либо его интерпретация киновселенной. В комиксах реальность прошлого Черной Вдовы заключается в том, что Наташе промыли мозги, её биотехнически изменили и обучили, чтобы она с детства была хладнокровным убийцей в рамках советской программы, известной как Красная Комната. Поклонники отметили, что если ты участник всемирно признанной танцевальной группы, тебе может быть сложно подрабатывать наемным убийцей. Однако это легко объяснялось тем, что Наташа не танцевала в балете. Этот ложный рассказ, в который изначально верила Наташа, был подброшен Красной Комнатой, чтобы обеспечить её лояльность КГБ, и этот факт из комиксов наверняка сыграет решающее значение для сюжета предстоящего фильма Черная Вдова. Предысторию Алой Ведьмы переписывали слишком много раз, чтобы сосчитать. Неотъемлемой частью происхождения Ванды, которое люди на протяжении десятилетий считали само собой разумеющимся, было то, что она и её брат Ртуть были детьми Магнита, а их способности мутантов передавались по наследству от рождения. Поскольку Алая Ведьма позже сыграла роль Мстителя в киновселенной Марвел, это создало проблемы для Дисней и Марвел, поскольку в то время Фокс владел правами на Людей Икс и большинство персонажей-мутантов. Когда поклонники Марвел познакомились с Вандой в Мстителях Эра Альтрона, её силы оказались результатом экспериментов Гидры, а не мутантных генов. – Ничего больше ужасного, чем чудеса. Затем, в 2014 году, Марвел перевернула историю происхождения Алой Ведьмы с ног на голову. Во время кроссовера комиксов Мстители и Люди Икс ось, Ванда обнаруживает, что на самом деле она не дочь Магнита, что ещё раз переписала детство Близнецов. Этот редкон также показал, что читателям лгали о происхождении сил Алой Ведьмы. Ранее она изображалась обладающей магическими способностями наряду со своими мутантскими способностями, но разрыв её биологической связи с Магнита усилил растущее внимание Марвел к её колдовству. По сути, Марвел убрали всё мутантское из одного из самых известных мутантов. Ещё в первом фильме Стражи Галактики приёмная дочь Таноса, Гамора, была представлена как последний представитель вида под названием Зео Берей. Но многие фанаты могут не помнить эту мелкую деталь, и Марвел надеется на то, что никогда не вспомнит, потому что позже они увели историю её происхождения в совершенно другом направлении. Как объясняется в Войне бесконечности, Танос действительно виновен в уничтожении её народа, вот только он не убил их всех, как было показано в Стражах. Вместо этого Танос показан в эпизоде воспоминаний, где уничтожает половину всего живого на родной планете Гаморы в поисках баланса вселенского уровня. Конечно, вполне возможно, что остальные Зео Береи погибли между событиями воспоминаний из Войны бесконечности и Стражами Галактики, но даже если это так, ничего подобного на большом экране не было показано. В любом случае, история Гаморы трагична, и у неё было множество причин желать остановить Таноса любой ценой, но это похоже на один из тех редких случаев, когда Марвел не до конца проработали конкретные детали своей собственной обширной киновселенной. Это случается нечасто, но, похоже, в данном случае Файги и его творческая команда внесли изменения на лету в надежде, что большинство зрителей будут слишком увлечены происходящим и не заметят. Эра Альтрона не считается одной из лучших частей киновселенной Марвел, но у неё есть свои сильные стороны, включая заключительные моменты фильма, когда Халк улетает на Квинджете Мстителей в неизвестное место. Позже он появляется на Сакааре в Торе Рагнарёк, уже будучи своего рода гладиаторским звездным чемпионом, который сражается с новыми соперниками ради развлечения Грандмастера. Это, по сути, является адаптацией киновселенной Марвел к классической сюжетной линии комиксов Планета Халка, которую фанаты требовали уже давно. Но изначально этого не должно было быть. Как позже признал глава Marvel Studios Кевин Файги, когда создавалась Эра Альтрона, мозговой центр киновселенной Марвел не знал, где окажется Халк, но они прямо сказали режиссеру Джоссу Уидону, что он не отправится в космос. Файги объяснил, «Если вы вернётесь и посмотрите на этот кадр из фильма, он в небе, это голубое небо. В фильме говорится, мы потеряли сигнал у Каспийского моря, или что-то в этом роде. Но всё это было привязано к Земле» Но это изменение большинство поклонников Marvel готовы простить студии. В конце концов, это подарило нам Тор Рагнарёк, а ради такого можно пойти на многое. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про Marvel, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok